что вперед пожарит улыбаемся и машем вы слышали этот свист резины всем ребята привет в общем вот мы направились сейчас парк детский парк парк очень крутой очень новый но к сожалению он находится далековато от станции метро сейчас я скажу станция станция метро называется летяу это буквально две станции от нашей станции к нам приехали в гости лена с детьми и с денисом вон они мчат мчат вон посмотрите на телеге на такой же это в общем трехколесная телега на аккумуляторе работает да вот так вот ветер очень сильно дует в камеру извините за звук вот погуляем поснимаем как обычно 1 мая праздник такой вид транспорта стоит 10 они ехать примерно километра 2 наверно ника ты что-то хотела про парк сказать едем через деревню здесь такие трущобы да здесь очень так пахнет не вкусно и кстати здесь планируется постройка масштабный такой проект окно кантона называется очень красивое здание такое квадратное видеокна построена очень высокая будет в общем одной достопримечательностей гуанчжоу и здесь скорее всего это все эти трущобы снесут а также здесь на лидзяу находятся оптовые склады продукции всякой там пластмассы до текстиль в общем всякую кухонная утварь и ну прям очень много всего мы-то мы-то впереди тихо сегодня 1 мая кстати не никто не работает много очень закрыто складов и трафику очень здесь маленький вот они эти склады без там реально очень продукции много пишите в комментарии если вам интересно могу пройтись камерой посмотреть какие-то сцены почему вы еды тем более рядом находится подъезжаем парк парк реально крутой свежий новый кстати на таких телегах вот такие будки устанавливают чтобы разгонять разгонять народ у нас был россии давно бы уже что-нибудь сказали водителю что лишь ну типа что ты по тротуару едет во первых по тротуару едет еще бибика типа разойдись народ вот так что скинули бы стили с телеги бы и мы в китае поэтому никто ничего не говорит тебе нравится дорогие аттракционы здесь я не все здесь кстати на входе всякие вкусняшки продаются дети такое не будут мне кажется местные бизнесмены сразу же торгуют местной едой ананасики кстати парковка здесь мототранспорта запрещена не знаю каким образом он здесь оказался но я помню на мотоцикле сюда приезжал меня не пускали кстати ребята если кто не видел видео про парк я ставлю в описании мы уже ходили сюда семьей в этот парк снимали здесь видео здесь вот эта водная зона она сейчас закрыта видимо то что может прохладно или еще по каким-то причинам она не открыта в общем не знаю почему здесь тоже очень народу всегда много и вот там водная зона открыта и он там водная зона открыта и там прям народу много видимо все хотят покупаться куда идем в песочницу или купаться все таки пойдемте в песочницу лучше а поздравить это взял поздравить и сколько народу не ху вот видишь здесь получается эта зона открыта и смотри весь народ где сконцентрирован давай ныряй ника 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 облей ее облей облей быстрее давай 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 вероника как морж дети немного искупались и сейчас мы пойдем на шашлыки нас пригласил саша с Юлия пригласили к себе на шашлыки вернее Юлина подруга пригласила к себе на шашлыки их а Саша позвал нас нашу семью и семью Дениса на шашлыки много раз сказал шашлыки чтобы детей вытащить из бассейна нам пришлось пойти на ухищрение мы пообещали им сладкую вату и только тогда они согласились вылезти иначе бы мы их не вытащили сегодня двух зайцев убили детям пообещали сходить в парк мы сходили дети искупались довольны? довольна? полно маловато но сойдет зато у нас сегодня план мероприятия да вообще получится очень грандиозно мы в общем разбились на два лагеря мы с Катей побежим в магазин нам нужно докупить недостающих продуктов что-нибудь салат может быть детям каких-нибудь вкусняшек а Денис с детьми и с Леной погуляет в парке еще немного вот так какой план действия мы побежали сейчас в магазин поднялись где-то на третий этаж и посмотрите здесь какая игровая зона находимся чисто в китайском таком райончике интересно все необычно здесь развлекательные игры всякие проходят необычный да мне нравится особенность юга Китая подъезды открытые все смотрите чтобы проветрялось поднимаемся на зимой этаж и там бассейн нас ждет девушки в купальниках ходящие огород детям нашим скажите они вам вскопают сорняки выдернут да какая легкая да посмотри кровь пошла смотри стрики поступает поступает уоо все я обезумел ааа ааа зомби ну нормально да Денис как тебе для меня это впервые мне интересно все мне было интересно как мы сюда шли все в китайском таком стиле это впервые вообще в таком районе ну ходить то я ходил но подъезды они точно не заходил Знакомьтесь, ребята, это Юля, жена Саши. Саш, привет, да? Да, да, привет. Это Люба, она работает с вами, да? Ну, не с нами, в другой фирме. Тоже по-русски говорит. Это Катя тоже говорит по-русски. Катя? Да, я же Катя. Катя зовут? Да, Катя, Катя. 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 Ваньве. Ее тоже Катя зовут. Янда. Олег, поздоровайся с моими подписчиками. Ура, мы разожгли. Если бы не Саша, да, Саша? Если бы не ты. А я что? Я стоял, просто руководил. Ну да, а это самое главное. Все, сейчас мы тут надымим. Пускай они тут все слюной зайдутся. Соседи все эти. Создан для шашлыка человек вообще. Затушил. Затушил. Все, перехвалил, да? А я говорю, кушай, 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 кушай. Она, не, не, не хочу это. Я не хочу это. Перевоспитание, дай нам ее. Перевоспитание? Пойдешь, чтобы толстая была. Ну не толстая, что ты сразу? Она говорит, я хочу толстой быть. Ну не мог, чтобы мягко было. Немножко потолстеть. Тогда кушай больше шашлыка. Не потолстеть, правильно бы сказать, а набрать весу, что ли, да? Ну да. Потолстеть это звучит как уже переборка-то, да? Пошел. Кстати, зацените, какие угли в Китае. Они пропитаны какой-то фигней. И в принципе, маленечко, чуть разжечь, и они будут просто поддерживать огонь. Да, это? А, во-во-во, смотри, смотри, смотрите, смотрите, что они делают. Угли слишком близко к этому. Мангал такой невысокий. Да, мангал не высокий. И угли слишком близко получается. И оно мясо не всегда... Оно немножко гореть начинает. В общем, это все сделало, будет все на фольге жариться, да? Да. Ой, жарла, жарла. Собственно, бельефан太多了? Какое мясо? Это... Это делали наши друзья из Китая. Это в китайских традициях? Это китайских традициях. С луком. Курица, да? Ага. Отлично. Думаю, откуда у Олега ролики появляются? А он потихонечку снимает. Мы пока там снеки кушаем. Он тут снимает. Вообще профессионал. Мы тоже, кстати, с майонезом частенько маринуем. Юля, ты пробовал русские шашлыки? Ну... Да, да, да. Саша, да, делал? Да. Я думаю, допила. И как? И как тебе? А что вкуснее? Китайские, наверное, вкуснее, да? Не знаю. А почему? Тебе кажется, они какие-то наши пресные, а эти более... Вообще тоже вкусно, но вкуснее. Понял, понял. Саня думал, пиво стоит. Да, Саня тут масло хлебну половину. Саня! Что, Саня, что ты поставила сюда масло? Сосеньки! Деньги? Где мое пиво? Давай конкурс устроим. Кто вперед пожарит? Здесь, в общем, жарит Саша, а здесь жарят наши друзья. Не, скоро было 20 минут. Они уже минут 20 жарят, а мы только-только поставили. Да. И что? У нас вперед. Потому что мы без фольги будем жарить. Ты что, пиво взял? Ты что, пьешь пиво, Олег? Я бросил пить 4 месяца. Ты сейчас выглядишь не гуд вообще. Ты кому говоришь это вообще? Стоит с бутылкой открытая блины. Никос, а что с тобой случилось? Мы пробуем. Маша сейчас вы... Это не очень получился. Но будете над нами смеяться. Не, ну ты знаешь, ну по-русски сделал, все равно. Ну как ни крути, у нас всегда так получается, все равно. Не, не так, у нас не помяг. Не, ну. Саша, вкусно? Не, не, не. Не слушай их. Вкусно. Я не обижаюсь. Они сейчас, смотри, там будут смеяться потихонечку стоять. Смотри. Она еще не попробовала и говорит вкусно. Вкусно? Да. Вкусно? Мне нравится. Мне ваш нравится и этот тоже нравится. А, спасибо. Молодцы. У нас обычно мужчины шашлык жарят, а у них женщины. Мужчину даже туда не подпускают. Как-то получилось так, что мы разбились на два лагеря. Получается, китайские наши друзья своей компании, они вообще от мангала прям не отходят. Я думаю, мы будем как-то общаться, может быть. Они говорят по-русски, но получилось так, что мы в своей компании, а они в своей компании. Блин, потерял. Ну, они готовы однозначно, просто они не поджарились. Не поджарились, да? Да. Не сгорели. Можно поджарить, конечно. Чистить вкус. Давай, Молик, поджарим. Тогда пробуй, да и все. Ну, пошли. Давай, чтобы наши китайские друзья не видели, то будут опять смеяться на одном. Ну, бледненький, вон, с рельки. Ну, не факт, где были? Подожди, давай. Пробуй. Они как бы запарились, понимаешь? Готово. Готово, да? Бери. Так. Нету, бери. Мясо как-то. Ну, зато честно сказала. А мне понравилось, ну, без всяких там. Драка, драка, драка. Нет, меня удивляет то, что они без пива так отдыхают. Ну, им весело. Они играют там, что-то там берутся. Ну, они, видимо, как-то умеют дыхательную гимнастику делать, ходить в транс, и вот, видишь, чем занимаются. А русскому народу, что нужно, маленечко выпить, и тогда... И закусить обязательно. Да, и вот мы будем так же играть, как они, на первых этапах выпивки. А потом будем армрестлингом заниматься. А потом армрестлингом будем заниматься. Что надо делать? Это как будто бы мостик, типа, оторвался. Детки стоят за мамой, как бы, а там, типа, орел нападает. Она защищает? Да, она защищает. Налетай! На самом деле, это не угольки, это приправа такая, красная. Сразу извиняться давай. Свет вам, пожалуйста. Оп, паники берем. Прям от сердца. С крышки бери, Денис. Мне прям самому интересно, интрига, интрига. Вкусно, нет? Снимает, нет? Да, да, да. Пробуем. Островато. Островато. Ого, ого. Островато. Соленое. Пеправа вкусная, мне нравится. Оно соленое вкусное? Соленое, да. Соленовато сделал? Соленовато. А, это я с солью переборщила. Бери. Это соль. Это хорошо. Третий вариант, шашлык по-русски. Это лучше. Получше, да? Точно. Маленько соленовато. Пересолено, да? Можно рукой попробовать? Можете говорить. Бери. Как вам, крыса? Юля, скажи честно, соли много, там, остро, не остро. Что? Остро. Нормально? Вкусно, да? Маленько. Как и горячая печка. Приправа вкусная, нравится такая? Нравится. Все, в следующий раз его зовите. Да ладно, не обижайся на них. Обидели Сашу, блин. Олег, тебе как? Вкусно, да? Она стреляет, теперь она стреляет. Вам понравилось? Кто вам больше всего понравился? Покажите ваших друзей новых. Покажи, покажи, покажи. Люба, ты понравилась всем детям? А когда ты своих сделаешь? Спасибо большое за гостеприимство. Нам очень понравилось. Ваши шашлыки очень понравились, вкусно? Да. Молодцы. Ну, еще хотим, приглашайте. Да. Еще потом. Чимбудон, говорит. Все сильнее. Хаучи. Хаучи. А, еще, говорит, приходите. Окей, окей. Обязательно. Митя. Макс мне даст, потом я Максу дам, потом он мне даст, и я тогда уже выплатила. И все? И все? Вот, два раза. Макс, это от нас мне. Олег стоит и думает, как вообще они это выдерживают. А я наслаждаюсь, что они между собой тусятся. Без нас, без нас, да, Ваше? Я уже пять вышел, знаете, погулять. В общем, один ребенок, это не вариант, да? Я не виноват, это не вариант. Это какой-то, Финцян Гон Юань или какой-то? Да. Да. Я с тобой, да? Да, да, по-юнь, как он там. Как, помнишь хоть как зовут-то? Иди сюда. Как зовут-то, хоть помнишь? Как его? Давай, пойдем узнаем. Пойдем узнаем. Он хочет послушать один шок. Спрашивай. Она забыла, как тебя зовут. Меня зовут Манинча. Меня зовут Юля. Ни джина. Ника. Ника. Китайское имя Ника. Ника. Да. Русская Вера Ника. Да, да, да. Вера Ника. Вера Ника, это кто? Это маленький пушист. Это Бобби. Это Бобби. Бобби. Уставшие, но довольные. Возвращаемся домой. 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 Мы устали. У Полины аллергия были. Злани там нашли собачку. Гладили собаку. Макс, смотри, спит на ходу. Бедняга вообще. Шатайца. Кстати, думали, им на крыше делать нечего было. На самом деле, им было чем заняться. Ну, опять же, это только из наших китайских друзей. Спасибо им. Сейчас будет обзор музыка. Молодец. Ну, спрашивай. Барик. Не, надо спросить сначала. Я покажу по... Да, скажи, я сейчас спрошу у него. Если он разрешит, то я приеду скажу его. Надо громче. Он не слышит. Оно не слышит. Громче говори. Крыль пайзонима. Крыль пайзонима. Пайзонима. Да. Папа, сними тоже. А? Сладко его. Сейчас в образ войдет. Это еще не полный образ. Сладко его. Спасибо. Ну, что тебе? Как тебе? Прикольно? Это просто ужасно. Мальчик одел парик. А, да мальчик парик. Еще и ресницы. Ну, похож, да? Прикольно же, да? Да.